Всем доброго утром. Сточки совсем подвяли, вчера их замучили. Все равно я к дому не потащу. Всем привет, ребят. Сейчас записывала голосовое по работе. Ужас, голос ужасный. Хочу выйти на балкон, полюбоваться видом. Какая красота. Классно. Знаете, что мне нравится в высоком виде еще? Мы когда жили в Краснодаре, вот ты живешь, вот уже там месяц даже, да, и у тебя вот такой вот вид. И ты каждый раз находишь где-то какую-то деталь, которую ты не разглядел. Ну, то есть, например, не знаю, живете, живете, этот дом видел, этот, этот, основные, большие. Потом такой всматриваешься, там, какой-то необычный дом находишь, или там какую-то вывеску, или еще что-то. Вот я сейчас смотрю, вот эту желтую штуку я не видела. То есть, одним разом ты не можешь разглядеть все моменты, все детальки. И вот это прикольно. В высоком виде, что ты всегда что-то разглядываешь каждый раз. Классно. Мое удражение. Я лохмач, лохматая такая. Вот. Уже кто-то гуляет. Время у нас уже полдесятого почти, но я встала, наверное, в девять. Около девяти. У меня занял будильник, потому что надо встать, раскачаться, покушать. Я вчера вообще что-то ничего не ела. Яюсь к вам немножко. Вот. Я, короче, вообще загрустила. Не знаю, мне не хочется съезжать. Я хочу домой, потому что... И вот опять, вот я сейчас говорю, и мое понимание домой. У меня нет дома. На самом деле нет дома, нет того места, где мне будет хорошо, где я живу, где все мои вещи, где мой уют. У меня нет такого места. И на самом деле от этого так грустно, потому что я сейчас не жалуюсь ни в коем случае. Просто делюсь какими-то своими, наверное, эмоциями. И все, что в этой жизни вообще происходит, сделано. Это все сделано по нашему выбору и по нашим желаниям. Поэтому то, что у нас нет своего жилья, и в этом во всем, конечно же, выбор наших решений. Но при этом хочу поделиться просто своим настроением, что коммуналка, вот где мы живем, комната, не является каким-то моим уютом. Хотя мне, в принципе, нравится, как мы все устроили. Конечно, там много можно сделать дел, и все сделать по-моему очень красиво. И мы уже делали ремонт, и мы все это понимаем. У нас даже был какой-то проект. Но дело в том, что там очень все нестабильно в плане, кто будет жить с тобой и так далее. Это все непонятно. У нас тут недавно вот новость, как мы приехали. Женька там приехал с работы. Мы с ним общались, и он сказал, что он выложил уже объявление на продажу. Он будет продавать комнату. Очень задорого, кстати, потому что цены очень скакнули. И мы знаем, сколько примерно стоила его комната, например, лет пять назад, потому что мы искали, когда отцу я и беру комнату, то мы знаем цены. Но он сейчас продает в два раза дороже. Мне кажется, эта комната, таких денег, конечно, не стоит, но это его выбор. Он сказал, поставить дороже, будет продавать. Но самое прикольное, что у него много звонков, и он говорит, что уже даже будут показы. Поэтому я приехал на какое-то время перед следующим проектом, чтобы объектом, объектом. И я, конечно, безумно расстроена, потому что он очень хороший сосед. Он ответственный. Ему можно и котиков поручить, и что-то убрать. И вообще просто он как человек адекватный. Хоть он может там и выпивать, и каких-то друзей водить, но все это адекватно более чем. Как бы, блин, я расстроена безумно. Представьте, он продаст семье с детьми. И что против детей я не имею, ну просто. Это уже другая атмосфера. Продаст каким-то, знаешь, как бывает, купила хорошая, приличная женщина, но будет жить там ее брат, алкаш. Так и бывает. Не знаю, какой-то алкаш. Еще кто-то непутевый. Наоборот, чересчур правильные люди, которые начнут там качать свои права. Я безумно расстроена. Еще неизвестно, что будет с этой комнатой. Вот скоро, может, в любой момент, сейчас уже ровно будет год, как посадили соседа, который своробал у нас в холодильник, и в любой момент, любой, прям просто вот завтра, через месяц, перед Новым годом, весной. То есть ему дали два, но год он уже почти отсидел, и после года в любой момент его могут выпустить досрочно. И просто суть в том, что мы тоже не знаем, пустит его мать, да, не пустит, может, кому-то сдаст. Как что будет и кто будет жить вокруг, мы не знаем, поэтому мы с Игорем не видим просто смысла вкладывать деньги на то, что мы даже, может, эту квартиру продавать не будем, потому что она стоит очень мало. За счет того, что там плохой ремонт, все будут торговаться, то есть там плохая сантехника, ее нужно все менять. Там много дел, там текут трубы, сантехника, кухня, нет окон пластиковых. Это очень все влияет, и мы не видим смысла бахать ремонт в комнате, бахать ремонт во все квартиры, чтобы ее продать. За копейки, за эти копейки мы не купим себе ничего. Ни дом, ни участок, ничего не купишь. Она у нас еще маленькая, в отличие от Женьки. У Женьки ремонт, балкон, кондер, мебель. У него, конечно, намного эффектнее ее продавать, есть смысл. Поэтому мы не видим смысла делать там никакой ремонт. Мы не видим смысла, вообще мы пока даже не хотим тут жить. И мы не знаем, что, как и вообще дальше. Поэтому я чувствую, что здесь, я не чувствую, что я буду здесь жить, что у меня здесь уют, что я здесь готова ставить окно, кондиционер. Что я там поставлю дверь, и все будет гуд, и мне не надо будет через месяц принимать экстренное решение, что я не могу жить с этими людьми вокруг, и мне надо уехать. Как будет в этом еще смысл? Потом еще проблема, что у этого... Мы его даже по имени не называем, тот, кто сидит, мы его называем Абсос. У него такое погоняло между нами, соседями. И у него очень большой долг за коммуналку. Он просто огромный, и он не платит уже очень много лет. И приходил мужчина, говорил, что будут отрезать свет в квартире. И вот это вообще... Мы пытались понять, как это будет, только его комнату или всю квартиру. Он сказал, что это будет узнаваться. Просто представьте, рубанул свет из-за него. И только когда он погасит, нужно написать заявление, оплатить штрафные какие-то санкции, и только тогда включить свет. Вот это вообще крути. Ты живешь, сделал ремонт, поставил кондер, и тебе просто приходит отругать свет. Вот это тоже мой пока... Это то, что нам сказали. Это вторая адская новость. И как бы выходить дома нет смысла. Она знает, что долги. Я с ней уже разговаривала. Вы не платите, я говорю. Вы понимаете, что в любой момент придут отрежут. И ей насрать. И ей насрать, и эта квартира тоже стоит и стоит. Когда-нибудь пригодится. Или ему опять даст. Ну, короче, ей пофигу. И вот вы иногда пишете, или кто-то вокруг просто родные, кто-то советует. Чего вы ремонт не сделаете? Зачем? Если мы не планируем реально пока на все сто там жить. Вы часто делаете ремонт просто так? Нет. Просто если мы делаем ремонт, мы будем делать очень хорошо. А делать апп-кап я не хочу. Мы уже с Игорем общались, что мы в туалете начали. И нам тяжело, мы не хотим, мы не ремонтники. И если делать ремонт, то нанимать людей, которые тебе сделают круто. Вот. Потому что возможности у кого-то там нам помогать нет. Мы все будем сами. Поэтому нам легче заплатить и сделать хорошо один раз. Поэтому я решила прям вот расстать все точки, поболтать. Поэтому смысла в этой комнате мы пока не видим даже просто и не жить. Потому что что, как и кто будет, хрен его знает. По поводу дома родителей. Действительно мне там очень комфортно. Клиент пишет. Мне там очень комфортно. Мне там уютно. Большой дом, двор, природа. Мне нравится село. Там есть вся какая-то инфраструктура, которая нужна именно нам. Нам не нужны каждый день там кинотеатры, торговые центры. Мы за этим можем и в город съездить. Но вы, наверное, кто особенно жил с родителями, прекрасно понимаете. Я ничего против моих родителей не имею. У нас с ними нормально, хорошие отношения. Но жить с родителями, это уже не одни, это жить все равно на их территории, с их правилами. Ты сразу становишься автоматически гостем на этом участке. Поэтому это тоже по комфортности крутое место. Но это не мое место, это не мой дом. Это дом моих родителей. Я его так и называю. И, конечно, у нас есть там своя кухонка, где мы там жили. Есть возможность жить в этой комнате, где мы сейчас живем. Места есть, но, опять же, ты на все сто не ощущаешь это место своим. И вот, по сути, у меня есть два места жительства, но ни одно из этих мест я не чувствую своим на 100%. Куда мне хочется всегда возвращаться, куда меня тянет, где мой уют. Я даже не могу какие-то вещи разложить, все на сумках, ничего не помещается. Вот так грустно. И третий вариант, который зачастую даже вы спрашивали, почему вы не снимете квартиру, ребята? Почему мы не снимем квартиру? Потому что у нас нет стабильной зарплаты. Я работаю на такой работе, когда есть заказ. Нет заказов. Есть много заказов, много денег. Нет вообще ничего долгое время. Такое бывает, и на это влияют факторов очень много. И отпуска. Вот летом было вообще жопа. И отпуска. И какие-то такие глобальные проблемы. Коронавирус. Вы знаете, как просела работа эта жесть. И война даже. Там люди проседают, говорят, не знаем, что будет дальше, сейчас опасно. Ну, то есть, вообще, очень много факторов, которые влияют, и мы не можем предсказать. Поэтому мы знаем, что, например, у нас сегодня есть, и даже у нас там что-то отложено на квартиру, на запасной месяц. А потом ты проседаешь, и тебе придется выезжать. Это тоже такая муть. Хозяева никому не нравятся. Люди зачастую составляют договоры как минимум на полгода. Потому что, ну, каждый месяц передавать квартиру такое себе. Второй момент. Ну, да, понятно. Вот, Игорь, если бы нашел стабильную работу от 30+, мы бы, может быть, сняли. Но, когда я делаю такую работу, надо только искать по связям, а идти за 20 тысяч не видно смысла. Он мне за эти 20 тысяч лучше поможет. Вот. 30, 50, 60 тысяч зарабатывал, мы бы уже сняли. Ну, плюсом к моим деньгам. Вот. Потому что снимать, мы не будем снимать говно за 12 тысяч халуп, в которых мы сейчас живем, нет. Мы будем снимать крутую квартиру с классным ремонтом, с хорошим видом, а такая квартира будет выходить 20-25, а то и 30. Поэтому снимать за 10 у нас такая же стоит. Вот. Поэтому нет. Съем мы не рассматриваем. Мы снимали, мы знаем какой-то гемор. Очень трудно найти съем с двумя котами. Просто нереально. Никто не любит животных. Они могут накосячить, хозяева ругаются и могут сказать сначала да, а потом скажут нет. У нас уже был опыт огромный в Краснодаре. И поэтому нет, ребята. Пока съем мы не рассматриваем. Будем прижиматься, стараться. И засовывать свои какие-то потребности через чур, терпеть. Но съем пока точно нет. Пока. Я не говорю, что никогда. Если прижмет, если будет плохо в коммуналке, если будут какие-то моменты, что мы не захотим жить в Вальховке, конечно же мы будем снимать. Но пока я надеюсь, это не будет, потому что выкидывать каждый месяц 30 тысяч не вижу смысла. Мы бы с удовольствием, если бы не зашла вселенная и дала нам кредит или ипотеку на дом, мы бы с удовольствием взяли. Но мы в черных списках. По молодости мы много косячили с микрофинансовыми организациями. Я в черном списке, и мне не дадут ничего. Игорь тоже самое. И, к сожалению, мы не можем взять никакую ипотеку, никакой кредит. Мы бы так хотели, конечно, в идеале продать комнату, какая-то часть денег будет, добрать. Или пусть это был первый платеж по ипотеке, взять дом Вальховки или где-то в пригороде. И кайф, да. Вот это идеальный сценарий, но нам не дают. Нам не дают, и мы даже уже тогда через папу пробовали, папа передумал. И я очень расстроена была в депресснике, потому что я настроилась, что мы едем, делаем ремонт, продаем эту комнату. Папа помогает нам с ипотекой, ну, то есть берет на себя и оформляет на себя жилье. Мы живем в своем жилье, платим папе, вот, и все счастливы. И когда только мы выплатим дом, папа заберет, ну, оформит его на нас. Но папа отказался, и тогда была наша сильная ссора. Это было тоже очень сильным фактором, помимо там еще других терок. И, конечно же, мне очень тяжело это перенесла. Мне было очень морально плохо, потому что я настроилась, я мечтаю о своем доме, о своем жилье. И, короче, пока до сих пор у меня есть такая вот тень обиды. И мне очень обидно, потому что, ну, мне кажется, я бы своим детям помогла. Ну, это, опять же, судить всегда легко со стороны. Вот, но это был такой шанс, он так обломался, и теперь я вообще не вижу каких-то просветов, где я бы сказала, о, да, копить у нас с этим все сложно. Опять же, есть хорошие деньги, хочется и переодеться, хочется что-то купить, мы что-то оставляем в НЗ, потом, когда проседаем, это НЗ, к сожалению, тратится. Вот, а проситки никто не отменял. Ну, вот видите, сейчас у Игоря какая-то подработка отдельная появилась. Не скажу, что это стало заметно прям, потому что мне никто не помогает, а мне это тяжело, когда есть проект. А сейчас есть проект, и мне тяжеловато. Вот, но посмотрим, если Игорю когда-то нам удастся найти хорошую работу, потому что он всегда как бы на чеку, если кто-то что-то предлагает. Возможно, что-то изменится. Вот, ну, пока так. Я думаю, очень много сегодня тему жилья разобрали. Если есть вопросы, конечно, пишите. Если есть советы, как-то ипотеку, тоже можете написать. Вот, ну, я думаю, будет немножко понятнее. Ну, опять же, понимаете, прямо на все сто понять может только тот, кто прошел наш путь, и у него есть всякие свои нюансы. И вот так со стороны, опять же, ну, легче сказать, да что вы вот это, да что вы вот это. Ну, ребят, мы тоже не глупые. У нас есть свои обстоятельства, свои причины, которые вы можете даже не знать, а просто со стороны думать, что мы не хотим, мы очень хотим. Но пока так. Поэтому мне сегодня очень грустно уезжать, потому что мне хорошо в таких квартирах с ремонтом и с видом. Это то, что мне нравится, чего мы более чем достойны, я считаю. Но пока вот так. Грустно, хочется котикам, хочется домой, но дома, но дома пока в этом мире нашего, конкретно нашего нет. Прорвемся. Когда будет наступать момент, я думаю, обретение своего уголка в этой жизни. А вы можете посмотреть, как мы этот путь пройдем. Вот, ладно, всем хорошего дня. Буду завтракать. Что-то мутить завтраком будет Игоря. 15 минут болтания, я думаю, более чем. Это я вот полага соскучилась. А то нон-стоп, нон-стоп и поболтать некогда. Пишите свои вопросы, пожелания. Я обязательно почитаю и отвечу на них. Ну что, у нас завтрак сегодня доедательный. Я коктейль и чай хочу, но сначала чай. Вот, еще десерт вчерашний. Еще пицца. Вот, так что будем завтракать и смотреть в локу. Ну что, мы собраны. Направили тут все, так вот прибрались, чтобы чисто. Без пяти у нас сейчас будем выходить. Мы хотим киндер. Мне вчера вот этот попался. Я не знаю, кто такой, даже мне не интересен. Хотим скинуть его. Вот, вещи наши, еда еще осталась. Там сумки. Вот, все в ванной, все убрали. Чистенько, за собой чистоту оставляем. Идем, скинем. Игорь говорит, лучше под рельсы положить. Там, сушилки все забрала, все забрала. Что? Никого нет? Никого нет. И что? Это не кирпич же. Раз, два, три. Упал. Упал. Сейчас еще внизу будем, его заснимем. Летел так долго, провидел. Так, подставку от этого солдатика вижу. Самого солдатика не вижу. По-любому куда-нибудь отлетел. Не видно. Может, он сбежал? Крича я не вижу. Мы уже сумками стоим, ждем такси. А? Я его нашла. Э, ты живой? Ты живой, нет? Он живой. Какой сушь герой? Лыжи. Спасся. Забрось его? Нет, он теперь жалко стал. Целый, невредимый. Ни скола, ничего. Игорь говорит, все, талисман. Ну ладно, забирай тогда. Там валяется. Пожу аукцион этой игрушки. Старт 100 рублей. Кто больше? Кто заберет? Неудача выглядит вот так. Сходили в покупочку. Купили корм котикам. Я себе раскраску взяла. Покажу потом. Купили, чтобы дома не заезжать. Вот и водичку в дорогу. Топаем домой. Жарко. Ад. Ну что, мы, ребят, заехали сюда. За сумками все собрали. Чуть отдохнули. Ну так, музычку послушали. Не спали, ничего. Сейчас выдвигаемся на такси. Завести Насте с Димой пакетик. Таня заберет сувенирчики. С моря. Вот и плюс на электричку. Завести Насте с Димой пакетик. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ mockery. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...